Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Смирнов Константин Анатольевич и я работаю в медицинском центре Агулова уже больше 15 лет и на базе этого же центра читаю семинары обучающие по герудоапитерапии в практике висцерального терапевта. Тема сегодняшней лекции это 5 ошибок в практике герудотерапии. Первое, чего бы я хотел коснуться, это принципиального момента. Если вы подходите к человеческому телу с лечебной целью, вы подходите как врач. Независимо от образования, есть у вас медицинское высшее образование, нет образования, ставите вы себе, своим родственникам, работаете ли вы доктором во врачебном центре, вы должны думать как врач. Поэтому ставить пиявки на обум по готовым схемам или по принципу где болит там и ставить, вы рано или раньше или позже наткнетесь на неприятности и тем самым навредите человеку, себе или своему другу, своему пациенту и дискредитируете метод герудотерапии. Когда-то давно, еще 150-200 лет назад, пиявки ставили так же часто, как сейчас применяют антибиотики. При любом чихе, при любом насморке. От повышенного давления до онкологии. И естественно получали столько же неприятных побочных эффектов, как сейчас доктора у нас получают от безмерного применения антибиотиков. Учитесь, учитесь и учитесь. Основы анатомии, физиологии, кровообращения вы должны знать, прежде чем подходить к пациенту. Это все разбирается на любом стоящем своих денег курсе герудотерапии, в том числе и на моем. Вторая распространенная ошибка – это лечить по готовым схемам. Да, читайте книжки, сейчас много выпущено хорошей литературы. Но надо понимать, что готовая схема – это готовая схема. Живой человек, живой пациент – это отдельная целостность, которая живет по своим законам. Классический пример. Есть схемы при повышенном давлении точки. Они в основном находятся на верхней части человеческого тела. То есть это за ушами, воротниковая зона, паравертебральные зоны. Так вот, если человек приходит в состоянии гипертонического криза, вы проставите ему постановку пиявок по этим точкам, которые в хороших учебниках написаны ставить при повышенном давлении. Вы получите небольшое снижение, а потом отскок у человека может уйти в инсульт, в инфаркт. Все моменты с кровообращением вы должны четко понимать, на какие звенья свертываются системой крови, на какие звенья сосуде системы вы воздействуете. Третья ошибка – это та ошибка, которую часто совершают врачи и целители всех специальностей. Невнимательное отношение к пациенту. Вы должны собрать то, что в медицине называется анамнез вита, то есть историю жизни пациента, и анамнез морби, историю болезни, начиная с его детства, кончая сегодняшний момент. Вы должны выявить все подводные камни. Употребляет ли человек алкоголь, употребляет ли лекарства. Это не только противосвертывающие препараты, это и стероидные гормоны, это препараты, используемые при лечении аутоиммунных заболеваний, цитостатики, онкологических заболеваний. То есть все противопоказания к приему приявок мы должны собрать внимательно. Четвертая ошибка – это отсутствие индивидуализации. Ну, если сказать коротко, то девушке с гемоглобином 90 и давлением 60 на 90 мы ставим одно количество пиявок с одной частотой на одно время. Мужчине, большому начальнику с 150 килограмм веса с давлением 150 на 200 мы ставим пиявок заметно больше. То есть мы всегда должны следовать не инструкциям, готовым из книжки, индивидуализировать свою терапию по количеству пиявок, по длительности экспозиции, по частоте применения на конкретного пациента. И пятую ошибку, которую я всегда напоминаю своим студентам на курсах по герудотерапии в клинике Агулова, я очень коротко говорю – не экономим перевязочный материал на пациенте. После постановки пиявки кровотечение есть всегда. У кого-то меньше, у кого-то больше. Особенно на первой постановке не надо жалеть. Лучше сделать больше, но человек уйдет чистый, без протечек, без неприятных ощущений. После этого короткого вступления разрешите мне ответить на несколько часто встречающихся вопросов, которые приходят от наших подписчиков. Помогут ли пиявки при жировом гепатозе? Помогут ли пиявки при жировом гепатозе? Очевидно, имеется в виду жировой гепатоз, так называемая жертвовая инфильтрация печени. И нужно понимать, что да, пиявки с точки зрения китайской медицины поднимают то, что называется жизненным теплом. То есть на языке наших европейских медиков усиливается активность ферментов печени, в том числе так называемой цитохромоксидазы и ферментов, которые участвуют в липидном обмене. И, конечно, до какой-то степени будет работать. Но надо понимать, что без изменения диеты, без использования сопутствующих трав, добавок, техник висцеральной терапии, эффект будет только временным. То есть, ну, если человек продолжит есть, пить и жить так, как раньше, то жировой гепатоз, который является следствием образа жизни, останется, он вернется. То есть пиявки дают кредит человеку, который надо использовать для перестройки режима питания, движения жизни. Можно ставить пиявки после трансплантации почки? Теоретически можно. Практически я избегаю без крайней необходимости. А крайняя необходимость какая? Острые тромбозы. Да? Когда нам надо провести массивную тромболитическую терапию. Избегаю у пациента с проплантацией почки, сердца, других органов. Почему? Потому что пиявка усиливает иммунный ответ. Причем клеточный иммунный ответ. И надо понимать, что люди с перенесенной трансплантацией органов постоянно принимают препараты, так называемые иммуносопрессанты, которые этот самый иммунный ответ подавляют. И что происходит? Мы с одной стороны подавляем иммунный ответ, а с другой стороны его усиливаем. Это вот как в машине, если одновременно нажать на газ и на тормоз. То есть что-то у нас полетит, либо движок, либо сцепление. То есть вот такие манипуляции над пациентами не надо проводить. Специалисты китайской и индийской аюрведы утверждают, что людям, у которых много холода и ветра в теле, пиявки категорически противопоказаны. Это верно? Покажите мне этого специалиста в китайской, индусской, этой самой традиционной медицине. С точки зрения китайской медицины пиявки кровь горячат и опустошают. Патология ветра или ваты на языке аюрведы. Да, ветер усиливается, но мы можем ставить пиявки маленькие, в гомеопатических дозах, то есть на несколько минут, одну-две пиявки. И тем самым гармонизировать вата шамана будет. То есть с точки зрения холода это вообще вранье, потому что пиявки увеличивают жар. То есть с точки зрения классической китайской медицины при болезнях жара и пустоты пиявки противопоказаны, потому что они опустошают и подогревают. При болезнях холода и полноты прекрасно работают. Холод и пустота отдельная тема. Скорее тут больше показана апитерапия, пчелуужаливание, чем пиявки. Но опять-таки мы всегда должны индивидуализировать конкретного пациента и его показания. Неважно в какой системе координат мы работаем. В системе координат европейской аллопатии, в системе координат гомеопатии. Допустим, если мы лечим в классической школе гомеопатии высокими разведениями препаратов, давая препарат раз в месяц, пиявки противопоказаны. Но прекрасно совместимы при лечении в такой школе гомеопатии, где используются низкие разведения в ежедневных приемах. И в китайской медицине, и в индуйской медицине, и в аюрведе то же самое. Могу сказать, что врачи, насчет китайцев не знаю, не буду врать. Врачи-айюрведисты активно пользуются герудотерапией. Я сам взаимодействовал с ними, кое-чему научился. Могу сказать, что за это скажу точно. Во время постановки пиявки ребенку в область правого плеча, из того места, где она присосалась, течет кровь. Пиявка не отвалилась, крепко держится, но кровь идет. Так должно быть? Так быть не должно. Скорее всего, либо во время постановки пиявка попала на какой-то микрогемангиомку, на красную точечку, как называют, красные пятнышки, которые называют микрогемангиомами. Второй вариант. Пиявка могла переползти с места на место, если ее потревожили во время постановки. Так или иначе, когда пиявка отпала, кровь будет течь, и будет течь долго. Она впрыскивала просто противосвертывающие. Если поставили правильно, во время самой работы пиявки, никакого кровотечения быть не должно. У ребенка, у взрослого, у старика без разницы. После пиявок жидкость течет 3 дня. Все это время общая сильная слабость, тошнота. Это значит, мне не подходят пиявки? Надо рассматривать конкретный случай. Либо нарушена технология постановки пиявки самой, либо пациента не подготовили к постановке пиявок. Допустим, если массированная глистная инвазия у пациента, надо понимать, что и черви пиявки, и черви глисты. Глистам при длительной глистной инвазии вырабатываются иммунный ответ, вырабатываются антитела. Если человеку, который с массивной глистной инвазией мы не проведя нормальную очистительную терапию ставим пиявки, мы сталкиваемся с массой так называемых приставочных реакций. В том числе может быть и интоксикация, и куча всего. То есть надо разбираться с конкретным пациентом. Касаемо не подходят пиявки, на самом деле при грамотной постановке и подготовке пациента очень мало пациентов, кому пиявки не подходят. Чем выше квалификация врача, тем, чем больше он врач, да? Помните, с чего я начинал? С того, что неважно от вашего образования, неважно, кому вы ставите, так сказать, работаете ли вы в медцентре с высшим медицинским образованием вы человек, ставите ли вы своему ребенку, мужу, брату, сестре, самому себе. Подходишь к человеческому телу, подходи как врач. Думай, что ты делаешь, кому ты делаешь и для чего ты делаешь. Тогда вот этих вот осложнений и противопоказаний будет меньше. Все эти темы я подробно обсуждаю со своими студентами на семинарах, которые регулярно проходят на базе оголов центра. В одном из своих выступлений Александр Тимофеевич говорил о постановке пиявок беременным для рождения здорового и умного ребенка. На каком сроке и сколько пиявок рекомендуется беременным? Для рождения здорового и умного ребенка Александр Тимофеевич говорил по-другому. Он говорил, что детям, которые ставятся в первом триместре пиявки, когда идут ее на закладку органов, рождаются гениальные дети, дети индиго. И вот Тимофеевич сказал, и после этого ко мне пошел поток мамаш, ставь мне пиявки. А я отказывался. Почему? Потому что сейчас у нас из-за ситуации экологии, из-за беспредела с вакцинацией, с пищевыми добавками, по многим причинам все больше невынашивания замерзших беременностей, выкидышей. Вот. Женщина может скинуть от любой проблемы и не докажешь, что пиявки в этом не виноваты. Поэтому я стараюсь ставить пиявок только по показаниям. То есть тромбозы, нарушение свертываемости. Хотя вот у меня сейчас растет младенец у самого и своей жене я ставил вот как раз с первого триместра, кончая 36-й недели. Но у нее были проблемы со свертываемостью, как раз с варикозом был повод. Ставил не помногу, по 2-3, максимум 5 пиявок раз в неделю ставил, чтобы не допустить провалов давления. Она параллельно, естественно, принимала препараты железа, витамины, чтобы кровь синтезировалась снова. То есть ребенок у меня родился хороший, веселый, мне он очень нравится. Вырастет ли он гениальный? Ну, не знаю. Мне кажется, он защитительный ребенок, но я отношусь пристрастно к своему сыну, это понятно. Вырастет ли гениальный? Ну, лет через 20 можно будет судить об этом. Тогда я расскажу вам. В заключение, дорогие друзья, я хочу сказать вам, вы подходите с медицинской манипуляцией, а любая манипуляция, которая направлена на улучшение здоровья, является медицинской. Неважно, проходит она как медицинская манипуляция, проходит как оздоровительная, законодательно, как массаж. Будьте врачами, будьте внимательны, изучайте предмет, подходите с пиявками, изучайте пиявки, изучайте кровообращение, изучайте особенности иммунной системы. Тогда вы получите хорошие результаты. Пиявки дают фантастические результаты при правильной постановке и точно так же могут сильно повредить пациенту при неправильной. Надо понимать, что средство, которое может помочь, оно может и повредить. И все в ваших руках. Будьте внимательны к своим пациентам, к себе, к пиявкам, и у вас все получится. До встречи, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова